5.2. Несколько формул, да? 5.2. Несколько формул. Странное название. Смотрите, помните, да, функция праводоподобия — это наш самый главный молоток. Значит, вот у нас, если есть родословное, да? Смотрите, вот мы для моногенных штук такие родословные рисовали, да? Здесь у меня у каждого человека будет значение его признака, там, x1, x2 — это количественный признак, рост, например, да? И так далее. То есть x — это у меня вектор количественных признаков. Это родословный. Структура родословная известна. Если структура родословная известна, я могу посчитать коэффициент родства между каждой из особей, да? ФИ, А и Г, да? Помните, это вероятность того, что... Это коэффициент имбриддинга и гипотетического потомства, да? Я могу посчитать эти коэффициентики и могу их оформить в матрицу. ПИ, да? Вот она там будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двинадцать, двинадцать. Двенадцать на тринадцать — несчастливое число. Четырнадцать на четырнадцать будет, да? Если кого это смущает. Матрица четырнадцать на четырнадцать. У этой матрицы на диагонали будет что? Одна, вторая. Одна, вторая. Мы эти грабли уже проходили. Бум! Снова. Одна, вторая. У-у-у, хорошо. А вот между первым и вторым какой коэффициент родства будет? Ноль. Будет ноль. Не родственники. Я нарисовал бы, если бы не были родственники. Что я нарисовал, тому верить. Рассуждения философские мы оставим, потому что по большому счёту мы все родственники. И тут-то нас и парализуют. Мы про близких родственников говорим. Я знаю, что это не близкие родственники, я говорю, что это ноль. По большому счёту это очень малое что-то. Пусть будет много. Один, три. Пусть будет у меня вот этот три. Один, три. Какой коэффициент? Одна, четвёртая. Одна, четвёртая. Мы с вами это разбираем. Одна, четвёртая. А два, три? Одна, четвёртая. Чего тут? Да, она симметрична. А вот. А можем нарисовать эту матрицу без проблем? У-у-у. Да, идея. А пусть... Нет, не пусть. Вот у нас есть вектор Х, есть матрица родства. Значит, следуя путём за бесконечным числом сегретирующих шариков, то есть медведских факторов, которые описывают наследование вашего признака и предполагая, что... Смотрите, что у вас значение признака... У-у-итой особи, да, это значение признаков у-у-итой особи. Простите, Оно определяется такой моделью. же большое плюс ей эффект гена эффект среды вы смотрите при этом про гены мы сейчас поговорим секундой позже да но вот эта штука это вот сумма вот это же это вот сумма эффектов гигантского числа сегрегирующих шариков конь вакууме наш а не это эффект среды а это некий шум который вносится вот всякими там солнце стало раньше позавчера поэтому я чуть-чуть сутулился в момент измерения я предполагаю что эта штука они эффект среды независимы для каждой особи по большому счету неверно у нас же модель для каждой особи эффект среды независимы значит и это я могу описать как там нормальная случайная личина которая пришла из нормального распределения нормального центр 0 и какая-то дисперсия средовая сказал назвал неважно что 0 а же это смотрите вот если сказать что заметьте мы аддитивность просто спорпагировали да мы сказали что у нас значит у нас вот эти факторы нянделевские они значит случайно величины их много они сливаются нормальное распределение аддитивно здесь то снова плюсик поставили и мы предположили что средовых эффектов тоже многие они слились в нормальное распределение то есть это вот продолжается логика вот этой мысли а тогда можно показать с помощью шариков и ниточек что вероятность совместного распределения фенотипов то есть вектор а из вот с такой родословной можно описать наша функция правдоподобия от это x большой вектор это многомерное нормальное распределение я пишу вот такой штукой x минус мю это параметр на самом деле это столбец в котором константы какая-то оценивание и реационно-ковариационной матрицы омега омега разворачиваю омегу омеге интересно становится потому что омега имеет вот такой вид равно давайте я вот мне удобно сделать так я ну давайте я ее потом перепишу сейчас омегу омега заслуживает того чтобы очутиться на доске сама по себе значит смотрите омега у нас вот такого вида коллекционная матрица а сигма квадрат ж а умножить на 2 и плюс сигма квадрат е а пардон умножить на пи фи матрица родства а дважды фи мы тут используем да так надо ну мы с вами можем обсудить да там мы можем вывести это займет там если я тут начал выводить очень долго ну так надо поверьте а и это знаете эти матрицы идентичности везде нули по диагонали единички это просто обозначает что это независимые нормальные шум добавляют они независимые нормальные а тут возникают собственно зависимости вот это фи вам дает зависимость между корреляцией между родственниками да оно и дает смотрите а дальше как правило эта штука переписывается сигма g это дисперсия вот этого распределения нормального сигма е это дисперсия будет шумовой компонент да значит дальше я могу перефорометризировать вот эту часть сигма g она была с индексами g это и а тут она как это скаляр здесь скаляр но он на матрицу будет умножен да и у меня возникнут иты да там в диаграмме так сейчас еще раз вот это скаляр это двойка скаляр а это матрица да вот это вот матрица 1 2 а наша а это вот такая матрица вот значит в рисунку рисунок структура омеги да там самое интересное из ошибки смотрите я сейчас переполиметризирую это и станет возможно понятнее генетика значит смотрите я скажу что меня интересуют такие два параметра я вот за сигма просто обозначу сумму дисперсий эта штука это просто дисперсия признаков всего а еще я ввезу такую величину назову ее аж квадрат это будет сигма квадрат g земленная на сигма квадрат ну которая есть сумма это наследуемость и это будет аддитивная наследовость наследовость в узком смысле или аддитивная наследовость знаменитая она Здесь я так перепараметрирую модель, у меня чего получается? Диктуйте. Начинаю писать, говорите. h2, s2, 2φ, плюс... s2, s2, g2? Нет, g нет, только вот эти штуки остались. Нельзя, g. Ничего? Единственное, h2. Это генетики говорят, они знают. Что дальше-то? Значит, s2 выносим сюда. Смотрите, получается такая штука. Это корреляционная матрица, а это шкалирующие ее параметры. И это нам поможет. Мы, как правило, будем предполагать, что это единица, а дальше, получается, сплошные корреляции, очень легко с ними работать. В голове особенно. Вот. Вот такая штука. О, интересно. А что это значит? Давайте рассмотрим какую-нибудь очень простую родословную. Давайте вот родословную рассмотрим. Какую простую? Нам надо две особи. Мы же говорим про корреляции между родственниками, да? Давайте рассмотрим пару сипов. Вот наше х, это фенотипы пары сипов. Да? Ага. Ой. Какая у нас матрица х будет? Скажите мне. Одна четвертая. Одна четвертая. Одна четвертая. Ого. Значит, смотрите. Давайте анализировать это дело. Значит, если вы... Смотрите, вот эта штука, это доля, которую вот эти шарики генетически играют, в детерминации общей дисперсии признака, да? То есть это доля дисперсии, которая вот этими аддитивными эффектами гипотетических шариков объясняется, да? Вот. Ого. То есть если вот эта штука равна единице, это значит, вот только шарики, а е вообще ноль. Да. Нет роли е. А если я сделаю сигма, вот, h квадрат ноль, это значит, вот про это я могу забыть, это сплошная среда, да? Давайте скажем, что h квадрат равен единице. Ну, какой-то признак, у него наследуемость 5 динь. Какая будет корреляция между сигмами? Нам что нужно? Нам нужна вот омега, это вариационная-корреляционная маркетинца. А если у нее сигма единица, что мы предположим, это корреляционная маркетинца. Нам надо посчитать омегу и посмотреть, какая между парой будет корреляция. Да, вот на тот элемент, который соответствует, значит, вот омега, да? В ней будет там 1,1, да? Омега делённый на сигл квадрат, да? В ней будет тут 1,1, а тут k и k, она симметричная, да? И поскольку это корреляционная матрица по определению, вот эта k, это будет корреляция между вот этими вот двумя сигмами, да? Давайте посчитаем омега делённый на сигму, и чему будет корреляция равна, если h квадрат вот равен 1, да? h квадрат равно 1, да? К чему равна корреляция между фенотипами двух сигмсов? Да? Давайте. Ну, тут на самом деле это довольно легко считается. 1, 2, 2, 0, а, да? Вот это термин. Замуляется. Что, 2, 0. Вот фи, вот фи, вот фи, вот фи, вот фи. Вот сколько? Число. 1, 2. Та чему равна? Кто сказал? 1, 0. Еще один плюс, для того, чтобы вам, наверное, не равен. Самый быстрый счёт. 1, 2, 1, 2. Вот это ноль, два фи, единиц, единиц, одна вторая, одна вторая, а квадрат единиц, одна вторая. Оооо, корреляция между Симпсоном, сто процентов наследовый призыв, одна вторая. Ооо, а у них в среднем половина генома идентична по происхождению, это очень логично, что одна вторая, да? А вот если бы они им бредные были, то больше, чем одна вторая могла бы получиться, заметить, да? Тогда бы тут не одна четвёртая была, а большую Симпсоном. Ну хорошо, инвизинг это отклонение в сторону, работаем дальше с обрезами, да? А если бы коэффициент наследовательности был ноль, какая была бы корреляция кинотипов между Симпсоном? Тихо говорите так. А? Ноль. Ноль. Единичная матрица остаётся, да? Вот эта штука ноль становится. Эта единица, получаем единичную матрицу, у нее две диагонали нули. Ооо. А если наследовательность... У роста какая наследовательность, знаете? Не знаете? А я вам скажу. Помните Гальтона? Помните Гальтона? Следует из модели с шариками и, значит, без верёвочек, да? Верёвочки были у Гальтона. Следует, что если вы делаете регрессию среднеродительского на потомство, коэффициент регрессии B равен вот этому ваш квадрату. Да? Но только вот для такого дизайна. Среднеродительское. Сделаем регрессию роста потомства на среднеродительское. Получаем тут коэффициент регрессии. Назову его B малая. B малая дает вам оценку. Вот это ваш квадрат. У Гальтона получалось 0,8. Наш квадрат для роста равно 0,8. Какая корреляция между ростом Сипсом? Да? То есть 100% наследующий признак нам дает 0,5, а признак с меньшей наследующей нам дает большую корреляцию. Что-то не то. В общих соображениях неверно. Вот мы когда h квадрат выяснили, что тут будет одна вторая. А я спрашиваю, если h квадрат 0,8, чему эта штука будет равна? А? 0,4. 0,4. 0,4. 0,4. Ну и так далее. Да? Обладая функцией правдоподобия, вы можете делать что угодно, да? Ну вот, в смысле того, что 100% обычно мы делаем, да? Какие мы пляски вытворяем, мы решаем прямые обратные задачи. Прямая задача предсказания, если модель уже есть, но чтобы модель надо оценить, значит, мы решаем обратную задачу, а функция правдоподобия есть, в углу все решается. в рамках сформулированной модели, конечно. Все, заканчиваю. Заканчиваю. Последнее уравнение. Уравнение с лекционером. Слыхали про такое? Уравнение с лекционером. Удобрительное какое-то я слышу. Уравнение с лекционером. Уравнение с лекционером. А кто-нибудь может меня сформулировать? Даю 5 секунд на размышления, и кто-нибудь может сказать равновесие секционерам. Ну так, сходу, да? Что это такое? Про что это вообще? Дисперсия на дисперсию. Ну там дисперсии есть, но где-то там далеко. Смотрите, уравнение селекционера для селекции. Оно говорит, что оно дает вам формулу, которая из... это некая функция, уравнение селекционера. Это функция, которая, если вам известны параметры признака, а именно наследуемость, и вам известен селекционный дифференциал, это то, как вы жестко селектируете родителей, насколько потомство будет лучше, да? Вы же селекцию, как правило, лучше, да? То есть у вас есть популяция. В этой популяции есть среднее распределение признаков. Вы говорите, ой! Вот среднее у нее, Мюнх. Вы говорите, ой, мне мало. Я хочу больше или меньше. Я хочу его сдвинуть сюда. Я селекционер, говорите вы. Вам известно наследие этого признака. Ваш квадрат. И вы желаете знать, если вы в размножении пустите только самый крутой способ, с самым большим значением признака, насколько у потомства по сравнению с этим Мюнх сдвинется распределение, да? Насколько вы вправо уведете в следующем поколении популяцию, да? Значит, смотрите, вот эта штука среднее значение признака у тех родителей, которые выпустили в размножение на получение третьего поколения. Вот эта вот штука называется разница между популяционным и средним и того, кого выпустили в размножение, называется селекционный дифференциал, да? Селекционный дифференциал, да? Вот это значит, вот это вот в размножение, вот этот хвост левый, да? Селекционный дифференциал — это разница между популяционным средним и средним популяцией, которую я впустил в размножение. х квадрат. А значит, а как я буду мерить ответ на селекцию? Вот это r. А собственно, буду мерить точно так же, да? Вот когда я вот этих ребят пустил в размножение, да? И вот у меня в предыдущем поколении вот было это распределение с этой средней, да? Ой, средней, да? А после того, как я использовал лучших родителей, оно сдвинется вправо, я надеюсь, да? И вот это новое среднее. Новое среднее. И вот насколько это новое среднее сдвинулось по сравнению с тем, что было, называется ответ на селекцию. Логично, да? И вот есть формула, которая... Это уравнение селекционера. Слово уравнение, вы можете понять, что это очень простая формула, да? Значит, говорить формула селекционера. Нет, уравнение. Которая говорит, что вот я могу посчитать, если у меня на следующее известно, известен селекционный дифференциал, а я могу сказать ответ на селекционер. А кто мне скажет? Надо перемножить. Ответ на селекционер. Перемножить на селекционер. А квадрат на с. А квадрат на с. Ну, действительно, это уравнение. Плюс, однозначный плюс. А знаете, как вывести? Вам рассказывали когда-то очень так. Ее не надо выводить, надо глазами смотреть в нужное место. Я покажу, куда смотреть надо. Я нарисую. Там безумно это легко оказывается. А смотрите, помните старика Гальтона? Старик Гальтон знал свое дело. Значит, смотрите, я рисую. На самом деле Гальтоновскую какую-то историю. Тут вот среднеродительская. А здесь у меня потомство. О, потомство. Два поколения пошло. Я все акцентрировал, что у меня все в нуле стало. У него это все в квадратике каком-то. А у меня вот так, чтобы в нуле все было. И, значит, какие-то такие штуки мы наблюдаем. Какие-то облака, точек. И помните, что крисцент регрессии В в данном дизайне равен h2. А теперь понимаете, что если я отсеку своих родителей тут, и у этой кучки родителей отсеченных будет какая-то средняя. То есть вот здесь как раз возникнет вот этот хвост, про который я говорил. У пласта будет средняя. Вот. А эту штуку я назову, собственно... Сейчас, ты говоришь, вот эту штуку я назову. Значит, нет. У меня возникла средняя. Вот эта средняя популяционная, да. Вот это у меня будет s, selection differential. А вот это будет r. Это будет r. О! Чему равен r? Коэффициент регрессии надо умножить на s. Противоположный катет — это есть прилижащий умножить на там белку 2. Есть кому? Вот. Вот уравнение селекционера. Его не надо выводить. Надо смотреть глазами на схему 1871 года. Гальтон 1871. Найти в библиотеке и посмотреть на нее. А хотите, я вам расскажу, что такое племенная ценность в двух словах? Не надо уже. Хорошо. Давайте. Племенная ценность — это та штука, с которой народ путается. Племенная ценность — она же breeding value. Я просто дам определение, чтобы вы не рассчитываете, но и не думаете одновременно. Вы не рассчитываете на, но и не думаете, что. Племенная ценность. Племенная ценность животного. Растение тоже, наверное. Как правило, по животному называется. Живое. Живое. Значит, смотрите. Кто-то мне может сказать... Ну вот тоже вот. Кто это? Потенциал генетический. Генетический потенциал. В каком смысле? В смысле, в каком его влиянии на кем-то? Ну, если он какой-то классный, то есть улучшить его бандон? То есть улучшить кокуляцию, улучшить стадо. Его генетический потенциал, а тут не надо слово генетический получается. Как только мы говорим, его потенциал в смысле улучшения следующих поколений, понятно, что это генетический. Если он такой классный, потому что его в детстве холили и нежели, то в смысле улучшения потомства это может быть не очень хорошо. Понятно, что вы любую свинью корову поставите в эксклюзивные условия, она расцветёт. Но это не значит, что потомство, когда вы бросите это потомство в свинарник, что оно тоже будет такое же чистое и ухоженное. То есть в этом смысле, да, это генетический потенциал, это потенциал в смысле улучшения потомства. Совершенно верно. А это какая-то имманентная сущность, присущая особи? Или это что-то, и что на это дело влияет? Какая популяция? Какая популяция вы будете при скрещивании? Оба получите плюсики, да. Это не имманентная сущность особи, это очень важно. Это зависит от того, с кем вы его скрещиваете, в какой популяции это свинья болтается. А свинья, болтающаяся в эксклюзивных условиях, не равна той же свинье, в смысле племенной ценности, болтающейся в стаде. Есть определение, а сейчас я дам такое, более коричневое. Это дважды, среднее отклонение, популяционный средний, возникла популяция. Признака у потомства, опять возникла популяция, потомство не возникает от одного животного. У потомства это он животного. А двойка возникает, потому что половину где она передает. И как-то нам комфортнее с этой двойкой руки. Вот. Кладу вместе он скреп, zoom вcj. О, аах! ronsку сijoать помあと 4-1. Болты! А! Абей, кто тут? Чувствует. Ааааа! Продолжение следует...